Девушки отдыхают Девушки отдыхают В 2014 году Старладер ТВ представляет глобальную лигу по самой популярной игре всех времен и народов Дота 2 В девятом сезоне к традиционным сражениям лучших команд СНГ и Европы Старладер добавляет звездные серии в Китае, Южной Корее и Америке В онлайн части сильнейшие коллективы мира проведут 222 матча Впервые в рамках гранд-финала встретятся не 4, а 8 команд С 17 по 20 апреля в Киев-киберспорт-арене за финальный приз и титул чемпиона глобальной лиги Сразятся 4 представителя дивизиона Европа-СНГ, 2 команды из Китая и по одной из Южной Кореи и Америки Абсолютно все матчи лиги в Дота 2 ТВ для вас будут освещать комментаторы самых популярных студий СЛТВ и Бейонзе Саммит Как и прежде, призовой фонд финала определят зрители лиги и фанаты команд Стартовая сумма призового фонда – 80 тысяч долларов Каждый купленный билет добавит в копилку призеров 2,5 доллара Смотри матчи в Дота 2 ТВ на пяти языках Поддержи любимый турнир и команды Впервые в подарок к билету ты получишь оригинальный сет налича и лоудинг-скрин с пиктограммой Старладдер ТВ Напишем новую историю Дота 2 сцены вместе А ты купил билеты на Старладдер? Покупай билет черепаха Ну и в предпоследний раз за сегодняшний день мы говорим привет и возвращаемся мы с вами на первую игру команды Cloud9 на сегодня И игру очень важную, сегодня все игры в принципе важны Но в любом случае, Cloud9 против Virtus.pro 1.25, кофинцет на Cloud9 3.15 на Virtus.pro не верят в Virtus.pro Ну не знаю, я бы не был столь категоричен, всякое бывает и вот тоже могут нормально сыграть Ну вот как бы Cloud9 нам конечно надо только выигрывать, но для Virtus.pro это тоже матч жизни Знаешь, сегодня букмекера уже плотно... Да, букмекера сегодня заработали ой-ой-ой денег Да, так что я думаю они не откажутся заработать еще немного на этом матче Так, ну вот нам напоминают матчи Na'Vi, в которых заработали букмекера Да уж Да, это намек букмекерам Так, ну что, мы понимаем, что ВП проигрывать нельзя, Cloud9 проигрывать нельзя ВП, если проигрывают, теряют даже теоретические шансы на попадание в ландфинал Cloud9, если проигрывают, то все будет плохо и печально 23.8 на 22.7 У ВП 8 побед, 5 поражений, мы видим неплохо у них с Нагой Неплохо у них с Дазлом 100% винрейт Ну посмотрим, как с остальными героями у этой команды идут дела Cloud9 же, 23.1 на 15.4, очень мало умирает Cloud9 Очень агрессивная, очень веселая команда 9.3, чемпионы MLG, шикарно отыгрывающие Очень хочется, конечно же, увидеть их на лане еще раз На этот раз в полном составе, потому что в полном составе эти ребята на лане еще не играли ни разу Так как у Bone7 нету американской визы Единственных два лана, которые играли эта команда, это были американские ланы Да, и там Артизи выигрывал турниры Ну Артизи-то выигрывал турниры, да, Артизи выигрывал в Коламбусе, а Демон выигрывал в Далласе Все, на Monster Inventational Полным составом еще Cloud9 А нет, там на Monster Inventational они проиграли же, правильно, да, у EG в финале Да, вроде Не помню Я тоже не помню точно Да, да Помню точно, что на MLG там неплохо Артизи бабосов поднял Неплохо так разыгрывались, да Вообще хороший был турнир Артизи выиграл всех Ну что, прыгаем в пике, мы видим Марфа Уже интересно И не знаю, насколько ВП боятся этого Марфа И не знаю, насколько этот Морф чокнутый в исполнении Envy Вот реально, не знаю, что от него ожидать А теперь самое главное, что ребята из ВП не забанили Виспа Это плохо Потому что Виспа пикнут Ну не знаю, как по мне Вполне могут Висп Уже немного лишний здесь Они его с Марфом брали, отлично получалось Не, ну Морф тогда становится вообще неубиваемым То есть он и так, его сложно забрать А с Виспом его практически нереально забрать Вот мы видим Винрейт И вообще, да, 27 раз у нас брался Висп с Марфом Я чувствую, что это все время в составе команды Cloud9 эта связка играла Ну да ладно Да, они любят вот этих вот двух героев Да просто, блин А что если напрыгнуть на Виспа и убить его? Это всегда был залог успеха Если вы не можете убить цель, к которой привязан Висп Просто прыгните на Виспа и сотрите его в порошок Ну обычно работает, причем работает отлично Да, просто нужен тогда герой, который может быстро долететь Это иногда бывает какой-то шторм Эмбер Спирит Ну Эмбер сомнительная, мне кажется, вещица Потому что Эмбер-то что у нас? Влетел Кентавр Поймал подачу Ульт Кентавра побежали Да, вот, Кентавр уже неплохо Кентавр как раз помогает добраться в труднодоступные места А у нас там что? У нас там Пайлайдай отвалился Клауд Найн Куда? Вернулся Он только что просто был дисконнектнутый Он быстренько реконнектнулся, все у него нормально Да, возможно, возможно Ну вот вам супер связка Ни разу не бравшаяся до этого в доте Ну общие винрейты неплохие, я имею в виду парные Вот 68,8% Эмберс Визиджент Посмотри, это просто огромный процент 5 секунд Да, 16 матчей Ну такая Короткая относительно дистанция Но тем не менее 68,8% Это да, это нормально Тут у нас что? Тут у нас еще четвертый пик команды Клауд Найн Думают они над тем, чтобы пикнуть Ну второй саппорт и Суламид Хироу у них остался Посмотрим, что они возьмут Это темпларка для Синг-Синг Хорошо Да, ну тогда понятно Бунэсим Бэтрайдер Морф Энви Темпларка Синг-Синг Даззль Ух ты Пайлайдай Потрясающий винрейт у темпларки Аутворл Деваурер от ВП Забытый герой Ну и Разора сейчас забану Хотя против темпларки Ну норм против темпларки получается Мне пришло уведомление, что сегодня у легендарного Кэри У Алексея Трофименко Более известного как Травка День рождения О, да, поздравляем его Если ты нас слушаешь с Днем Рождения Ну понимаешь, что ты нас не слушаешь в Своем День рождения Это факт, Лёха В ДОП он играет много Посмотрит где-то что-то, может быть, запись Может быть, ему перестанут С Днем Рождения, Алексей Конечно Ну что Последние баны Ну Разора, понятное дело, банить смысла нет Ну да, куда его тут воткнуть тогда? Вообще некуда Сейчас буду банить просто второго суппорта Какого-нибудь неприятного Может быть, это будет Висп Сейчас посмотрим Шарит ли Инесс? Ну-ка, давай, Ярик Покажи нам свой скилл Это Чен Ну, Дазл Чен, возможно, наделись на эту связку Кто боялся этой связки Виртуз Про По сути, тоже Нормально Действительно опасная связочка героев И кого заберет сейчас Пай Лай Дай Думаю, если бы это был Висп, то его бы уже взяли Потому что много времени уже достаточно прошло Это Кристал Мейден Пятым пиком У которой винрейт там тоже в районе Да, в районе нуля 7% Одна каточка только выиграна была Кристал Мейден И ни одной игры еще не было выиграно Темплар Ассасин Ну вот Как-то так вот Клауд Найн хотят поднять процент Или Или дают шанс ВП на жизнь Вот вам Супер связка по героям Да, один раз они были пикнуты втроем И не заехала И Акс У Виртуз Про Как все было хорошо до этого момента Скажу так Ну вот я не знаю Хорошо это или плохо Акс мы видим Два из пяти матчей выиграл Акс В чем задумка с Аксом Я не знаю Акс стягивает Дестройер бьет Это вообще идеальный план Ну типа в лес пойдет Смайл 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 скорее на Кентаври Да, Смайл на Кентаври А на Аксе должен катать тогда НС что ли Ну НС любит на этом герое играть кстати Ну это интересно То есть они посмотрели на героев соперника И решили что на трипле проблем у них не должно быть Ну то есть в сложной там будет стоять себе Кентавр Соло героя там Бэтрайдер не должен напрягать Должно хватить одного визажа И Акс может вполне спокойно качаться в лесу Ну и в миде Темпларк-то будет проседать под Девауром А вот это интересно Потому что Деваура будет фармить Потому что Гот играет у нас на Эмбере А это значит что будет стоять Скорее всего Эмбер Спирит против Темпларки Если будет с Флэмингвардом у нас год То у Темпларки будут проблемы Потому что она очень тонкая Вот очень-очень тонкая Сейчас посмотрим Просто много периодического урона у Эмбера Как ни крути Но пока что Иллидан у нас сидит на Девауре Пока еще не поменялись Что-то ГДХФ И начнется сейчас игра Боже, тут такое вообще броня у Эллидана Рокс против кого-то там играли Игрок ДК Фобос из команды Мич плюс Твиста Совершил серию убийств против команды Рокс На Европейной элитной лиге ЕЕЛ, которая уже давно не существует Такая элитная-элитная броня Улыбает то, что Фобос сделал серию Убийств В первой доте этого хватало Убийств Фобоса, во второй нет УВП Вы где, ребята? Го Все, поехали Да, ну действительно, год будет играть на Эмбере НС Какой у него молоток-то, а? Круче, чем топор какой-то Или это топор просто такой? Это, как там, малопор или топороток Хаммер пишет Форджмастерс Хаммер Это Хаммер Не, ну это такое двоякое, знаешь, оружие Ну еще так покрутил у меня только что демонстративно его У него еще сварочная-то каска Забавная Посмотрите на твои сварочные же этот Сварочные Ну это такой набор, да Кузнеца, да-да-да-да-да Кузнец такой сидит Вы посмотрите на этого акса просто Такой на стероидах товарищ Так, ну и жотом у нас там на визаже улетает Год будет в миде, как мы предполагали, стоять против Синг-Синга Пока что Год ничего не прокачал, но предвещаю Синг-Чейнс и Флэйм-Гуард Против Темпларки это действительно толковый билд Может быть даже какой-то 1-1-1, например Просто фисты для профилактики Ну а здесь мы видим пайлайдай в легкой Ауи Синг-Синг Морф будет фармить И Бон Севен На Бэтрайдере Поехали Да, погнали, погнали Пятый матч дня Предпоследняя игра Напомню, что последний матч будет самым интересным Ну лично по моему мнению Потому что будет играть Клауд Найн против Рокс Кис И возможно для кого-то этот матч станет фатальным Кстати, смотри Tactical Chicken С тапком Петух Ну а типа, чтобы лучше стопить, да? Смайлонод пропустил уже одного Для чего там тапок стоит? Ну только для того, чтобы лучше стопить было Возможно Не, ну петух Легендарный Просто легендарный петух Легендарный петух Ну и зовут его тоже петух Петух Милости прошу К нашему шалашу На нем написано Этого петуха Все нормально Ну что же Смайл против триплей В миде, наверное, самое интересное Ну и будем так же смотреть Как Жотн гоняет Боунцевна Иногда посматривать на фарм НСа в лесу Ну я больше буду, конечно, внимания обращать на 100 Как Синг-Синг против Года стоит Да, ну и год, как я реквестировал Качает первый скилл, третий скилл Для того, чтобы Тэмпларка не особо баловалась рефракшеном Линия, конечно, от этого достаточно сильно пушится Тэмплард сколько у нас 30 ДПС Да, ну горит, горит Сжигает Да, очень сильно сжигает А, вот, все, нахалявил он второй левел Ну, сейчас сможет уже поливать Жотма То есть тут две птички так дерутся друг с другом Вот три птички, точнее Там, правда, да, Эллидан еще пришел Больше птичек, пожалуйста Больше птичек Так, сейчас пришел Витя, который нам скажет Десижн Дримхака Десижн Дримхака не ждут, потому что седутся Хорошо Просто в Virtus.pro играет сразу же после этого матча на Дримхаке Против Сигмы Да, так что я не знаю, как так получилось Я не знаю, как так получилось Вышло, но в любом случае Сразу же после этой игры Virtus.pro уходит играть на Дримхаке Так что вы тоже включаете параллельный стрим Смотри, смотри, у нас там Бэтрайдер сейчас ловит Жотма Бэтрайдер у нас с дабл дэмэджем Очень больно наваливает по этой птице И птица улетает И, да, Эллиданто тоже немного помог Ну, Жотма 4 стака И еще и дальше пошел напрягать его у нас Бон Севен Не напряг до конца Так, тут хотят поджечь Синг-Синга Основательно хотят его поджечь Да, вот его поджигают Есть Сиринг Чейнс, есть Флэйм Гуард Это минус Синг-Синг Да, тут, конечно, не уйдет Он спрятался, но он сгорит Он просто загорит его сейчас тут до смерти Да, отличный минус Ферст Блад для команды Virtus.pro И отличное начало Вот Темпларка против такого Она просто бессильна Что бы ты не хотел там сделать Но если тебя поджигает Акс И Флэйм Гуард То все, пиши пропало Шансов у тебя действительно никаких Здоровья очень мало Да, 660 хп это не слишком много Ну, Синг-Синг возвращается в мид Год, четвертый левел Синг-Синг тоже четвертый В принципе, я не мог еще нагадать 11.286 у Синг-Синга более-менее Ну, здесь Смайл на Пайлайдай Останавливает его И проклятие на Смайла влетает Также Энви Ну, Смайл... Ну, Смайл жирный, жирный товарищ Да, сам пытается его убежать Много у него регена За счет того, что Тангусик Он перед этим скушал И я-то ему слишком сильно не навредил Ну, все равно надо убегать Смайлу на базу Опять выходит НС Опять нападает Год Опять есть Сиринг-Чейн И опять НС поджигает В этот раз горелка левел 2 И в этот раз у Синг-Синга Проблемы больше, чем были в прошлый раз Но он в любом случае умрет у ТНС до конца Поберел Бэтрайдера А у ТНС могут быть траблы за счет этого? Нету бочки, нету бочки Бэтрайдера Он никак не догонит здесь НСа НС тапком и спокойно убегает отсюда 0-2 Синг-Синг И, видимо, НС с Годом-то серьезно так Да, и Петух полетел у нас на мидл Относит сейчас бутылочку к Году И Год будет теперь уже фуловый здесь тусоваться Так что у Синга по-прежнему проблемы А, вот, хотят загонгать Года Правда, Год, как я уже говорил ранее Отпивается И сейчас его с фулл-хп будет не так просто Летающий петух Да, с ракетами такой петух Ракетный петух Смотри, Год на Банэ-7 нападает Ну, это фраг должен быть Нет, 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 Маны Нет, Маны Года сгорел, а сам умрет Почему Год не ударил? Смотри, ему же тут лететь нет Ну и Год, успеет ли Год? Нет У него не хватило маны 150 маны стоит Да, 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 да Телепортация В любом случае там сгорел Синг-Синг Там у нас кентавер прибежал Сэм, 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 сэм сгорел Не сгорела, просто умерла Сгорела на файрфлае своего бэтрайдера Это было бы слишком круто Я предлагал ввести в доту френдли файр Мод просто на 1 апреля Если баллы ввели френдли файр Прикинь, вот это было бы жесть Да, 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 просто Все появляются на базе и пошли Кстати, Год мы видим Появился и сразу появляется в миде Круто Реминанта-то оставил перед смертью И на Синг-Синге сразу врыв со спины Да, очень сильно Тут кентавер, стан Очень много дамаги получает Синг Его тут горят как могут Синг погибает А как фрага Несс забрал? А там горелка висела А горелка до сих пор висела еще? Да, 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 там горелка Третий левел Очень-очень долго она висит 14 секунд Там, вот смотри Файр Реминант Точнее Флейм Гвард Работает 16 секунд Горелка висит Да, тоже столько же Да, тоже столько же А в 14 Пока Синг-Синг избивает Уже какой он там Третий раз умер Тут мы видим тем временем Энви со своим Очередным никнеймом Надо, кстати, запретить им Перед следующим матчем У нас в правилах, по-моему, написано Там по поводу никнейма Да, да, да Надо будет ему потом вставить Да С очередным гениальным никнеймом Инаба Химеко Я анимешник Кого-то бомбит Мне кажется Принял ты Навопасит И как там говорили Да, и не бомбит И не бомбит Навопасит И не бомбит Ладно, черт с ним Кстати, Мэнви Выбегает Анаэс, мы едем сюда Анаэс, кстати, я так понимаю Даггер хочет или что? Или он хочет сгореть в этом Файр Флае? Ну, возможно, у него была Такая затея Какая? Даггер или Файр Флай? Я думаю, Файр Флай Так, у нас там Курьер залетел Кстати, про Элидана Забыли? Что у Элидана? У Элидана Элидана Мидас Да, Элидана Мидас Хорошо На Девауре Мидас Ну, типа, стандартная практика Если тебя никто не бьет Ну, типа, да Легкая линия, окей Хоть это не самый лучший артефакт Для товарища, который Аутвор Деваур Ну, типа, ну, есть Мидас Да и можно и поесть Нормально Учитывая то, что Мидал там полностью доминирует Мидас Не самая плохая затея Мне так кажется Да, Синг в результате Вот этой супер доминации В его направлении Вынужден был Уйти в леса фармить И вот он, собственно Там фармит сейчас Видим рефракшн у него Все тот же Седьмой левел Он сейчас получает На этих урсах Урсы Тролли Зафармил Синг Вот шестой левел Сейчас будет Смайл Да, вот он получает Левел шесть Есть уже Стампид И со Стампеда Будут бежать Стампеда Надо его называть Так брутально Стампеда С каким-то басом Потому что у Кентавра Бас, наверное, должен быть Не, самый, наверное, басистый Это шейкер в дотке Шейкер, да Такой прям Прям аж пробирает Продолжает Смайл делать Так, как делают Многие Кентавры То есть выкладывает Транквилл тапки Перед тем, как побить Криповый Панданковать их же Там просто кулдаун Тринадцать секунд Это действительно много За тринадцать секунд Транквиллы Успевают там отрегенить Более Десяти хп, да Так что Не хочется терять Подобный реген Ну мы видим Иллидан продолжает Формить снизу Шестой левел Эссенсаура Астрал Орб не качал Ну, в принципе, понятно Ну что же Мы видим, что Иллидан Девятьсот голды Уже нафармил Ну и в миде год Год, которого Вообще перестали Здесь доставать У него есть брасль Есть фейзы У года все более-менее хорошо ЦМка в миде Бедный Синг Синг Ушел У него просто тапок И ПТ проду себе Принесли в Рейсбенд Да, там ЦМка Начинает гореть Активно Я Несту, смотри За тавером такой Я, вред, никого не боюсь Наверное, на его месте Все-таки боялся Да, не знаю Не стоит Бояться Вот только Даззл, если подхиливать Крипов будет Тогда действительно Можно побояться Немножко Хотя там уже год Может нормально Наваливать Мы видим, кстати Очень интересно Что это лесной Акс, который качался Через батлханга Ну, это Он более Сингсинговский Акс Да, да, да Это был гангающий Акс В миде на темпларку Так что Тут понятно Зачем была эта горелка Нужна Потому что Синг, как мы видели Куда бы он не ушел Как бы он не спрятался Горел он очень быстро И Это уже никуда не деться Да, 800 хп у него И дальше его надо искать Первый тавер Только забрали в ВП А Клауд Найн Тем временем Забрали две вышки И уже крипы бьют Т3 тавер Это возможность Пофармить или дан Он может спокойно Еще туда полететь А тут пусть разбираются Все остальные Ну, кстати Синг отстает На тысячу золота Всего-навсего Это как бы Немного Приговорили Несколько раз Вот так вот Да, сколько там Четырежды, кажется Умирал Нет, трижды пока Пока Да, и один фраг У него есть Но по-прежнему Тысяча золота Это небольшая разница Да, и тут у нас Отлетает первая Вышечка Не первая, точнее Вторая, да Первая на бут И вторая в общем-то Отчете для ВП Смотри, ТП в мид Сразу делает Виртус Проз Забрали тавер И Ну, в миде мы видим Поняли, Клауд Значит, надо, наверное, Отсюда отойти Тавер с даггера Очень неплохо Девять минут В сложной Против триплы даггера Тут у Смайла Все отлично просто Ну и что Пора врываться Пора действительно Залетать Ну и убивать ВП агрессивно В принципе Должны здесь играть Нужны арканы Арканы Нужны очень сильно Какому-нибудь НСу Я не знаю Или визаджу Ну визаджа есть Уже деньги, кстати На арканы Могу бы приобрести Потому что Очень мало маны У НС Но НС не может У него транквилы Да, то есть А вот визадж Но маны мало Реально маны очень мало Вот в чем проблема основная И у всех транквилтапки Побежали кого-то искать И найдут же темпларку Найдут же темпларку Если пойдут до конца Смайл Но Акс пробежал по трепе И это было видно Поэтому Синк просто убегает Ну и темпларка Даже они бы не убили Там внизу у нас Смотри, принимают Иллидана Иллидан пытается сделать Тепо аут И успеет или нет И не успевает На выгод ЦМки Отлично Просто Писечки не хватило Как ты говоришь Да, всего второй фраг Сделали, кстати, Клауднай Ну и ЦМка С ультом на 6-м левле Но Иллидан успел затариться У него уже и готова мека Ну, неплохо, кстати Он может идти своей команде Уже помогать А не тупо фармить Здесь, кстати, мы видим Что Морф сделал Тепо аут Отсюда с этой линии Прибежал Смайл на нее Да, у Морфа Там топовый мидворс Но он пока не слишком Суперкрутой Так, у нас тут Бэтрайдер И Бэтрайдер может встрять Потому что находит он Года Или Год его находит Да, есть Подача по Боны Сим Флейм Гвард еще на кулдауне Да, ну он его и так зарежет Как бы у Бон Севена есть Понятное дело Тут файрфлайн Вряд ли он ему поможет Сейчас будут фисты Ну и даже без фистов Климком просто забирает там Жот Блин, а как-то кулдаун Уменьшается кардинально На 8 секунд каждый раз Вплоть до 6 секунд Я имею ввиду У фистов 30, 22, 14 и 6 Ну это очень То есть 3 левел 14 Последний в уровне 6 секунд Ну вы понимаете Что на 7 левеле Он становится в разы хруче Да Ну и морфинг забирает Кстати Рошанчика Вот так вот под шумок Это был тактический фит От Бэтрайдера Ну да Вопрос в том Что сейчас морфинг будет делать Это с этим Рошан Ну с этим Майгисом То есть Ну безопасно фармить Еще 6 минут Типа да Это плюс Ни на что его не разменяешь Варваре Ну просто Не такой состав героев Сейчас у Клауд Найн Для того чтобы идти Где-то бэковать Да и артефактов у них подобных нету Там типа мейки Насколько я понимаю Да-да-да Пока не видно Там даггера у Бэтрайдера Еще нет Вообще ничего у них нету У них реально нету Вообще никаких айтемов В то время как у ВП Уже все очень неплохо Барабаны у Эмбера НС еще не хватает Наверное только даггера Чтоб вместе с кентавром Они уже вдвоем врывались Они поодиночке Ну что же Кентавр Побежал в чужие леса Сейчас мы идем Туда же бежит Нас жжет Ну опять-таки по трепе Ну а здесь И птицы И здесь В инвизе год По вардам бегает Огромное количество Здесь Вижена Вижена Да И вот помигали Сейчас на года Помигала ЦМка Что там только что Пробежал чувак в инвизе Так что Будьте осторожны Клауд Найн Да, видят все А они тоже Видишь, тусуются сейчас В лесу Они особо не знают Куда им выходить По деньгам ВП ведут 500 голды По XP Они проигрывают 500 XP То есть Все настолько ровно На 13 минуте Что что-либо Тут предсказать тяжело Синг-синг тем временем Нафармил 2 200 Несмотря на печальное Начало игры Мы видим у него Все очень-очень хорошо Неплохо Несмотря на печальное Начало игры Хорошо Все очень Вообще у команды Виртуз Про сейчас У Синга Все действительно Неплохо Так Ну и У нас тут воюет Этот самый Акс И смотри Дваурер На одном стянулся Вообще там пятеро игроков ВП сейчас находятся И готовы Они сносить Тир-1 на топе И первая линия обороны Упадет У команды Клауд Найн Да вряд ли сюда Прибегут Дефить Клауд Найн Я даже уверен Что они прибегут Смотри Мидас решает Купить себе Синг-Синг Не-не-не-не-не Синг Это такая ошибка Ну вот Это вот Я считаю ошибка Это очень серьезная ошибка Косяк Он сейчас мог Стать уже Полезным А в итоге Ему чтобы стать полезным Надо еще 5-7 минут Ну если ВП увидит Этот Мидас Они пойдут просто драться Они могли уже Его увидеть Потому что Синг спалился в центре Сейчас Бил там Крепочков Если действительно Тэппларку прокликали То вот этот Кентавр и Акс С даггерами Они сейчас должны Так игриво Подмигнуть В адрес Тэппларочки Тэппларка Тауэр Под Т1 Тауэр На каждой из линий Потеряли они тоже Три вышки Ну кстати Сейчас потеряет четвертый Потому что снизу Тут Морф Которого сейчас Только что на фул хп У него там хп А 530 он полностью Перекачан Да он перекачанный Почти полностью В ловкость Не знаю правда По какой причине Тауэр бить Типа круто Да Ну Тауэр Он пока бьет нормально Тут правда Тауэр бьет 5 человек И они с этой задачей Справляются Несколько быстрее Ну и на Т2 Сразу ВП Надо идти на топ Сто процентов Надо идти на топ Они там должны Сейчас видеть Ланайю с Мидасом И идти на топ Убивать людей Тут пока ребята Разбираются с вышкой ВП уже на полпути Должны быть на топ Нет Улетают на нижнюю линию Тут у нас телепорт Морф Ну поймали Пайлайда И кстати Морфа Ну Морф улетел Отсюда Но Пайлайда Я конечно Напросто Сверху Линкин сфера Появляется у Морфа Короче Появляется тотальный трэш У команды Клауд Найн Сейчас у них Нечем драться Вообще У них ничего нету Вот сейчас ВП должны идти Просто давить по всем линиям Забирать здесь Т2 Здесь не останавливаясь Они должны это понимать Они это понимают Вот просто если посмотреть на графики Мы видим что у Virtus.pro Вроде бы никакого преимущества По деньгам нет Да Даже по XP Даже проигрывают Да да Но там два даггера У супер офигенных Инициирующих героев Там у Эмбера уже вроде все неплохо И 11 левел У него сейчас По салфурии сейчас будет скоро Да И точно так же У Ильдана Там Мека есть Мека Тут худ сейчас появится Блин Короче А там линка и ВП нельзя тянуть Потому что ВП если затянуто Не проиграет Ну это морф Типа да Сложно будет против него воевать Не факт что они там Сто пудово проиграют Но будет намного тяжелее Естественно Так вот там нашли у нас Как раз сейчас Года Год Очень много уходит В флейм гвард Но его убивают Да ну Год тут Зад гулял конечно же И Бэтрайдер с ульта С даггером не отпускает Бэтрайдер кстати Нафармил за счет этого себе На форста Который у него сейчас будет Это лишние такие Подачка конечно Года умирать здесь нельзя было Все таки топ 1 Ну просто за счет вот этих Мидасов сейчас Клауд 9 Каждую минуту Будут выходить вперед Потихоньку 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 При прочих равных условиях Естественно Но эти равные условия Они себе Смогут обеспечить Если захотят Если Virtus.pro будут Действительно тормозить И не идти в атаку Потому что Тут стоит еще 2 Тир 2 Таура Можно их Пойти попытаться Сейчас снести И к этому моменту Как раз уже Примерно должен Будет появиться Рошан То есть сейчас План должен быть Предельно просто Virtus.pro Идем сносим Тир 2 на топе Потом Или наоборот Идем лучше сносим Тир 2 на ботами Для того чтобы Не было возможности Предпешиться На Рошанчика Быстрой И все Идем на Рошана Примерно такой план Мне кажется И должен сейчас Посетить Ну вообще да Светлую голову Инесса Ну вот 18 минут И мы видим Нет особой активности В этом матче 7 на 3 Все сегодняшние матчи Вспоминая Как-то же удивительно Такую игру видеть Сегодня привыкли Что сегодня такое У нас акшен Происходил вообще Весь день Так у дестройера Появляется вторая ульта Ну и Т2 на топе Ну смотри Забегают сейчас В спину Акс и Эмбер Блин вот Играя против Нампларки Сейчас Ребята из ВП С отсутствующим гемом На данный момент Очень сильно просели Сразу вспоминается Времена первого Интернешнала Да Когда мы сегодня Только об этом говорили Типа да ладно Мы думали Они нас там читают Типа жесткие На самом деле Они все видели И сейчас Клаудная им все видят Каждое перемещение Игроков в Виртус Про Оно контролируется Просто ты Мелькнул где-то на трэпе Там Пиу-пиу Все Как датчик движения Прошел И сразу же команда Противника реагирует Поэтому клауды до сих пор Еще и не попались Толком ни разу Ну потому что Их не ищут То есть тяжело попасться Если тебя не ищут Целенаправленно Потому что они могут Нормально маневрировать Да Они прекрасно понимают В какую сторону нужно уходить Они сейчас могли находиться В своем лесу И фармить Но они знают Что там находятся Виртус Про И поэтому туда не отправляются У них вот вард Это кстати уже Практически стандартный вард В азиатских играх Я заметил Постоянно ставится Вот этот вардец Для того чтобы контролировать Перемещение по этой зоне Просто много кто Забегает сюда Сюда И вард Постоянно кинуть фурионы Какие-нибудь вражеские керри Типа виверов Только сейчас До Т2 добрались в ВП Они могли это сделать Минуту 4 назад Они почему-то Очень долго ждали Посмотрим Вышку правда Они забирают очень быстро И дальше куда Дальше телепорт на ботом И я так понимаю Что будут пушить Единственный вариант Это Т2 Рошан и агрессия Все Нельзя давать возможности Синксингу Сейчас У Синксинга уже 4000 Забей Ну то есть Они реально дали Он догнал года По надворцу Да Вот 6 минут Они ему дали просто поформить Вот просто Ничего не делая Синксинг просто бегал Формил У него 4000 денег Пожалуйста Года он сейчас обгонит Еще один разочек Мидас юзнет Который у него Не на кулдауне Ну вот поэтому я не знаю Что делали в ВП Я думаю если они будут Пересматривать реплеи Они очень четко поймут Где они плотно лоханулись На том моменте Когда появилось два даггера Когда появилась мека Барабаны И они не пошли ничего делать Все Вот это был ключевой момент Не знаю Бояться от того Что вас убьет темпларка С Мидасом Или Мор с Линкой Ну это Бред как я считаю Да я тоже согласен Что вот Ну вот смотри Прыгнули еще на смайлуху Находят смайлуху Вот на этом самом варде Он попался И убивают Да все нормально Опять таки в четвером фраг Очень быстро И ВП Ничего не сделали А там Дезолятор Да там Дезолятор ВП выпускают потихонечку Победу из своих рук Потому что она уже практически Была у них реально Ну не скажешь что побед Скажешь что преимущество Сейчас уже 4000 эксп Да преимущества У них сейчас вообще никакого нету То есть мало того что по деньгам Они не выигрывают Так плюс еще и по артефактам То есть если до этого Ну там Мор становится уже Силушкой такой Тут были артефакты На перспективу Клауд 9 И эта перспектива Как мы видим Для них сейчас Наступила Да Наступила практически Что Синк уже готов залетать Вышку правда здесь сносят Акс прыгает НС ошибается Ну в любом случае Тавр то по прежнему стоит Трэп Натыкал тут трэп Немножко Синсинь и ВП уходят Еще и оставляют Тавр Недобитым Ну Кентавр уже Давно-давно на своей базе Тут очень-очень хорошо Еще поформил Морф У которого скоро появится Эзерел Блейд Да Да Эзерела там осталось Совсем немножко Так ну Тир 2 вышка Еще стоит Денать ее тоже нельзя И задефали Клауд 9 Эту стратегическую Вышечку Ну что ж Рошанчик появился Можно Пойти попытаться его убить Да и Сентрики Сентрики Много сентрей у Клауд 9 Отличный контроль карты у них Понимают что нужно делать Когда Куда выходить А вот ВП Без гема Или гем там уже купили Они сейчас посмотрим Нет Не знаю По-прежнему без гема Ну вот И что они собираются делать Я реально не понимаю Вот они сейчас смоки Будут кого-то поймать Там стоят Сентри Клауд 9 И сейчас они по ним пробегаются Вот пожалуйста Вот так Просто А ну да Не палят Там варда нет Варда нет Ну и вот Что дальше Вот реально Что дальше А дальше Клауд 9 Сидят на базе Ну фармит Морф Фармит Морф Морф Получается Да 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 И поэтому Да ладно Вообще не было Никогда этих полосок Недавно же ввели Ну и сначала ввели Потом убрали Потом опять ввели А теперь еще и в игре Их ввели Наконец-то Да То что все требовали Уже давным-давно Что в игре Тоже можно смотреть А у Е действия варда Слишком просто это Ничего у нас в игре Не происходит Последних нескольких минут Кроме одной глупой смерти Смайла Ну как глупой смерти Он не виноват В том что его убили Ну вот смотри Морф и Зарел Блэйд Норм Теперь-то можно уже Щелкать людей Хотя щелкать тут По большому счету Практически некого Но он найдет Кого Деваура только так Просто Дестроер привет 1100 хп Иди сюда Да там у всех Не так много И здоровья 1100 у Эмбера Там даже у Кентавра 1300 Хотя у него резистов много Ну вот такой Ну сейчас вот идут Клауд Найн Бэтрайдер Прыгает на Смайла НС опять Ошибся с Агром Не достает он немножечко Но НС сагрил сейчас Синг Синга Синг Синг ему развалил Лицо за это Да Три удара от Синга Минус товарищ Пайлай Дай Это пытается забрать Сейчас Он спас Себя кстати И умрет Гот как Больно здесь делает Синг Синг Да Синг всех поубивал Все Тут дальше ГГ Можно не играть Как бы Мы Да Может быть Мы там немножко Утрировали Что ВП надо было Идти там сразу Как только Они увидели Мидас Ну Да ну Факт остается фактом Я уже говорил Артефакты Которые были У ВП В один момент И То что было У команды У них не было ничего Драться было не с чем Реально Даже линки не было Но потом появилась Линка У Марфа Ну да не суть Ну хорошо Появилась Линка И что Вот он ворвался С этой линкой И умер Потому что По сути Что там Он может За линкин сферить Да хорошо Может там Дабл Эдж Кентавра Но Дабл Эдж Кентавра Он то АОЕшный Можно и соседнюю цель Шваркнуть Если Ну если будет Драка массовая Не обязательно Марфа именно лупить Там Визаж какой-нибудь Первым скилом собьет Свой шанс Оттеряли Клауд Найн Виртуз Про Ой Виртуз Про Боже Конечно же Виртуз Про Могли Не дотащить Так Синг Синг что-то купил Что там у него У него даггер Даггер Да Ну теперь Клауд Найн начинает атаковать И Клауд Найн Со своими даггерами Они идут в атаку В отличие от ВП Которые Свои даггера не реализовали Бэтрайдер сейчас Манэна регенит При литингу Бэтрайдера 3500 денег просто Невероятное количество Ну и вот она Одна драка Деньги как обычно По традиции У нас сегодняшних матчей Были в нуле До драки Стало 4000 Экспа уже 12 Тревелат там убили Опять Еще и НС Нашли Просто НС еще Я заметил Никак не может допрыгнуть До Бэтрайдера И сагрить его Чтоб тот никого не утащил Причем НС уже там Дважды или трижды прыгал И не доставал агром Ни до кого Бэтрайдер прыгает Постоянно Ну не постоянно Там две драки было Или три Когда он вытаскивал И вытаскивал он всегда Того как надо Туда куда надо Так что тут Да и так как надо Да тут тяжело конечно же Дается сейчас для Ну и опять Вот эта проблема с Виженом Я не знаю ВП я уверен будут Пересматривать Реплей И им стоит Обратить внимание На то что Они бегали Как котята Я не знаю Слепые По всей карте А их видели Их видели В любой момент Времени Практически В любой точке Карты Пайлайдай Чудесная игра Саппортов Опять таки Да ну и Темпларка Опять же Со своими трэпами Очень-очень сильно Отличилась Синг-Синг Тоже что-нибудь Все грамотно делал Он не использовал Эти трэпы для драк Вообще практически Ни разу я обратил внимание Да у нас драка Толково не было Он никого там Не догонял Но сейчас Клауд-Найн идут На хайграунд Там НС включил Блейдмейл На случай Если в него полетит Морф Но Морф В него не полетел Бэтрайдер Цепляет Эллидана Эллидан с пайпом Это ему не помогает Минус Там Смайл Дал стан Синг-Синг Синг-Синг Убрет же Синг-Синг И НС нормально Тут одному По голове отвесил Второму По голове отвесил И год Неплохо Тоже подрезает Правда у НС Проблемы НС лопнул Но это минус 5 Сейчас появится Морф А что дальше Можно забирать морфа пытаться Стан немного неточный Морф делает один Фраг И уходит Ну Отбились Нормально отбились Три в четыре И минус Эггис Вот сейчас Получилось то Что не получалось В прошлый раз Нормально ворвался Акс Акс принял на себя Удар Очень много дэмэджа В результате Сэкономил НС Для своей команды И хорошо раздал Два ульта Да Так как у Акса Сейчас нет кулдауна На ульте В случае если она Хорошо срабатывает В смысле если она Триггерит смерть Героя вражеского То Убивать можно Просто пачками Складировать врагов В принципе НС Сейчас показал Как это можно делать Бегай и бей Вы все красные Были в драке Вы успевай кликать Просто Если вдруг Сейчас опять ошибется У нас НС В этой драке Немного накосячили Клауд 9 Потому что Пайлайдай Непонятно где шлялся В результате Его там сбрили Чуть ли не в первых рядах Ни грейвов Ничего такого Был кажется Грейв в самом начале До драки Потом куда-то пропал Дазль Ну в любом случае ВП остается в игре 12-13 Дают еще надежду Своим фанатам Мы видим Заработали полторы тысячи голды Несколько тысяч экспы Но все равно Преимущество у Клауд 9 Остается огромное Нельзя Давайте Дальше Так там аганим К кому-то прилетел Это Джоттан Джоттан Сканим Ну три птички Три птички Это хорошо Да Три птицы Это классно Ну что ж Ну хексу Иллидана Которую он не успел По это дело дать Что там замесили Нес Плейдмейл 1500 Несу На данный момент И нету И нету И нет его Ты стоишь ждешь А он не пришел Фантастика Да Правда там еще было 4 крипа Которых можно было добить Но он Это уже совершенно не важно Это уже действительно лишнее Согласен В гему НС Это тоже довольно важный Наконец-то Не прошло и полгода И пошли Вот Варды ломать пошли Трэп ломать пошли И вроде бы Ведь все сразу стало Поле или менее хорошо Если бы это произошло Минут 10 назад То НС Не добежал до ловушки Немного Ну да ладно Ладно Черт с ней Клоуднай Опять-таки собрались У себя на линии Далеко отсюда год Но Тут есть где-то Или нету Нигде здесь Есть Есть Вот стоит у него Реминант На который он прыгнет Кстати вот в 3 вкачан У него ультимейт Плюсы году не надо 1300 хп Плюсы бы не помешали Против Ланай Кстати да Плюсы мы уже обсуждали В прошлый раз Актуальность Второго и третьего уровня Ульты У Смоуганг Вот стоят варды Нетное дело Что не разбивает Ни вард Ни трэпу Кстати сейчас можно нормально С мое ухо забежать С мое ухо забегает И Синг-Синг В иллюзию Смайл ошибается Да Ну тут прыгает НС Никого не агрит НС Смайла развалили НС пытается На кого-то прыгнуть И в итоге прыгает Он на ЦМку Хотя год уже пришел Синг-Синг Слит встанет Он там с дабл дэмэджем Если что Угода 350 урона с руки Ну и отжали Такие Клауд Найн отсюда Разменяли Один на один Клауд Найн не стали драться Они попрятались на базе Правильное решение Абсолютно правильное Да Они понимают Что у них По-прежнему Морф тут остается И что Морфу Нужно дальше фармить У Морфа еще По сути Три слота Которые можно забить Это Боттл ТП И та самая Лингенсфера Которую потом В перспективе Можно куда-то впарить Или же он не будет парить Потому что По сути Там да Чем быстро Можно сбить Ну Горелка Первый скил Визиджа Я имею ввиду Чтоб Дваурор захиксил Морфа Хотя Дваурор Может и темпларку захиксить Ну да Лучше темпларку Наверное чем Морфа Хотя с Морфом тоже надо что-то делать За хексы ты его не убьешь А вот темпларку за хекс Можно развалить Там Она не поймет Что произошло Да-да-да Что у ВП наверное Закончили Смоуки Они просто пытались Смоуки выбежать Что делать дальше Опять-таки Надо нападать Надо продолжать нападать Ну вот Вот так и надо играть Четыре тысячи голды Двенадцать тысячи экспей Не проигрывают Но четыре тысячи голды Это ничто Основной перифарм Вот тупого морфа Вот четыре тысячи голды Это все морф Да Вот Тринадцать тысяч девятьсот Семнадцать тысяч девятьсот Зачем Тринадцать Восьмидцот Да Так что По сути Все бабки у морфа Из них две тысячи У него в кармане лежит А не в Инвентаре Хотя у ребят Из ВП примерно Такая же ситуация Там две тысячи У Элидана На депозите лежит Тысяча У кентавра Побегал тут Эмбер Есть у него уже Дейдаллас Нет денег Клауд Найн Идут пушить Т2 Там у Синга еще Тринадцать тысячи Есть на руках И птичку просто отдал Сейчас жот Ну что ж такое Да И у жот Ну что Птиц не осталось Кажется 47 секунд до птиц Пауза от Бот Севена Да Просит прощения И что Го Да Го Так У НС и есть Вижен Он видел Залетевшего сюда Боны 7 Ну клауд Найн Сюда не пойдут дальше Они просто уходят Мы видим 2100 кстати А БКБ появилось Просто клаудам Особо Сносить Ничего и не осталось Осталась только Вышка Тир 2 В миде Но Появится Рошан Вот буквально сейчас Должен запуститься Этот супер таймер Рандомный Да И будет Рошанчик У Синг Синга Опять таки 3500 Много денег Пайлайдай Мека Тапок Ох 14 секунд до Рошана Да Рошан появляется Практически сразу И Интересно Он БКБ У Битрайдера Просто спалить Особо нечем У Виртус Про Этого самого Рошана Даже разведать Банально нечем Ну может быть Ремнантом Разве что Каким-нибудь Так Забегает На Смайл Да И Рошан Уже появился Под ним стоит Ловушка Так что Клауд Найн Сразу же Увидели Появившегося Камнеголова И стягиваются На него Вот он Синг-Синг Уже начинает воевать И очень неплохо Кстати он воюет С Рошаном Что там Сингу прилетело БКБ прилетело Синг-Сингу Ну сейчас есть Огромное количество БКБ Ну По это делу Нет у ЦМки И нет у Престат Три БКБ имеется У Клауд Найн И Наверное Надо сейчас Пытаться идти Закончить С Эрегис Надо пытаться идти Подраться И снести Там сторону Две Да В этом всем Есть конечно В том что Есть три БКБ Огромный минус Это то что Дваурер По сути Становится Бесполезным персонажем Но Есть также И один небольшой плюс То что Аксу плевать На БКБ Если Акс Качественно Сагрит на себя Людей Ну пока Один раз За игру получилось И то Ну и выиграли Драку в результате Ну да То есть Если получится Сейчас еще раз Такое провернуть Возможно Еще что-то И светит Команья Ну сейчас Допа уже Тепашится Чтобы дефить Надо это уже Делать Это быстрее Не успеет Распушить Ничего Там очень много Дэмэджа Ну и вот Крипы Сичкрип Ланая Трэпы стоят И готовы Клауд Найн драться ВП еще на топе Морф зажил на хайграунд И бьет Т3 Да Морф очень больно Кстати наваливает по вышке Он перекачан полностью В ловкость Да Один Видим Стоян А нет Не хотят Ну вот Клауд Найн тут тоже Начинает терпеть Понемножечку Но Опять же Лейт кажется за ними Хотя Тваур тоже Неплохой товарищ В лейте Ну Не знаю Деваурер Нужны Нужны БКБ Вот Я не знаю Что сегодня происходит Там с Виртуз Про и Нави У Нави хвост Собрал БКБ Последним артефактом На 70 минуте Или что-то Около того У ребят Из Виртуз Про Явно есть какие-то Споры с БКБ Тоже не хотят Не хотят они их Вовремя собирать Ну хотя бы Деваурер Потому что Морф по сути Вообще ничего не сможет Тебе сделать Ну ты врубил Да понятно что Темпларка тебя по прежнему Будет нарезать Ну она тебя и В любом случае Будет нарезать Ты не получишь Никакой колбу Никакой Никакой бочкой Тебя там не толкнут Никакой зерил В тебя не залетит Своевом То есть Ну да БКБ вроде неплохой Варик Смоуганг тем временем Пошел от команды Клауднайп Чужие леса Будут ловить ВП Уже поняли ВП спрятались У себя под базой Да Или даже на базе Да даже на базе Никуда они не пойдут Даже с этими крипами Никто не пойдет Сам покупает сейчас Смайл И возможно сейчас будет Выход от ВП В смоке Да Вот смок от Виртус Про Никого на карте Не видно Вообще Вообще никого нет И действительно Даже не видно Тут Смайл забегает первый Но вовремя убежали Клауднайп Морфа спалили на нижней линии И спалился Пайлайдай Все спалились в миде И Смайл будет прыгать Смайл прыгает Только на цемке Ну и побежал дальше На цемку просто забили Ее растоптали И смотри Пайлайдай Пайлайдай тоже можно убивать Ну есть Мияка Пайлайдай живот Да-да-да Живет-живет-живет На минус 7 Хорошо Акс Поговорил Дазла И минус 3 Вот команда Виртус Про Ну неплохо Не готовы были Не готовы были Клауднайне И это очень сильно сыграло И ВП сразу в атаку Сразу в атаку Разводить на байбайке Синг-синга по крайней мере 1340 Байбайк у нее есть Дазла нет Цемки нет И можно Можно без Дазла и Цемки Можно в принципе давить Главное не заиграться сейчас Главное Если вдруг что-то пойдет не так Сразу же успеть надавить на педали Но Есть Акс Которому плевать на БКБ У которого есть даггер Да просто запрыгивать Пытаться цепануть первого Кто подойдет Бить Тавер надо Не бойтесь вы ребята Вы не бойтесь сейчас А что Ну что вы боитесь У вас 3 птички есть Стой Бей просто в пятером Вот Кентавер прыгает Но Дизрай Дизрай Иллидан Там Бон Севен Развалил год Просто быстро Ну и бей его Бей 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 Да морф пока просто Кайтим на себя людей Мы видим там пошел телепорт Что это произошло Темпларка сделала бай бек Нельзя забывать про то Что там была сейчас Куча бай беков Да 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 Один был Темпларка только сделала А темпларк Ну просто появилось Эти появились Эти появились уже Ну все равно боятся Боятся зря Ну как же фэлонул здесь Конечно Иллидан Там морфа застанили Иллидан прячет его Ну ладно Хоть бетрайдера забрали Бывали да Бетрайдера забрали Никого не потеряли Норм По деньгам 2500 По XP 8000 осталось В АП Которым надо Побыстрее здесь Закончить Ну что там На DreamHack Им надо идти играть Надеюсь DreamHack Дождутся все таки Им дали кучу времени Но Может DreamHack Посмотришь Что это действительно Крутая катка И пощадит Смотри смотри У нас тут Смайл Находит Ауи Ауи надо убивать Смотри нету Нету вижена Просто нету вижена Смайл сейчас Будет тут скажем Королем ситуации Просто бери Убивай все Чуть ждешь Да 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 Так тут птица Птицу сбили Ну бей Морф тебе ничего не сделает Смайл Понял Понял Ауи Понял Должен был понять Ну уже двое здесь Да бей ты ЦМку Вот так Репликейт сделали Бьет ЦМка Она тут не пройдет ЦМка пыталась Себя вытолкнуть Форстафом Там у Смайла правда Проблемы Морф пытается убить Смайла Морф убивает Смайла НС Хорошо приговорил Crystal Maiden Но тут напали На Жотма И вся команда Cloud9 уже здесь И Лидан умирает Все умирают Лидан тебя спрятал Но в любом случае Он тоже умрет Без вариантов И гем он еще потеряет сейчас Да И я в ответочку За ЦМочку Минус 3 Professional Byte Бэй Crystal Maiden Получился в результате Долго ее били просто Да Просто Смайла Нет урона Для того чтобы убить ЦМку в соло Вот в чем проблема Пришлось ждать Еще одного товарища Но Cloud9 были готовы К этому Вообще не было там Года То есть Основного дэмэдж дилера Все таки два Battle Fury И Дейдалус И в итоге 40 секунд До появления Лидана Надо будет делать Байбэк И Лидану Смайл уже делает Этот самый байбэк Хотя мог бы подождать Не делать его А не глифа нету Глифа нету Поэтому все правильно Да Смайл уже здесь А И Лидан будет делать Вот распрыгался Больно же делает Сейчас год Поэтому Cloud9 Отойдут наверное Или нет Ну конечно Морф этот Соскади Сейчас 30 секунд Аэгис пропадет Уже больно-больно Наваливает Да видим там адаптив страйк Ну и смотри Что Морф делает с вышкой Морф напоминает Полностью перекачанный В ловкости 1100 крит в Морфа Ну типа Морф пока Ничего против Не имеет таких критов Ну видишь Решили отойти Дримхак перенесли Такий этот матч То есть Не будет тех луза У команды Virtus.pro Какой-то Как-то фейланул Менеджер ВП немножко Может быть А может и нет Я не знаю Ну я не знаю Мы кто там фейланул Как так получилась Какая ситуация Что были назначены Два матча С интервалом в 30 минут Да В любом случае Хорошо что Все разрешилось Все да Все разрешилось Мы дружим с Дримхаком И ни в коем случае Не хотим чтобы матчи На Дримхаке Как-то там пострадали Да Ни в коем случае Они не должны страдать Так С Ауи 2000 Форстав Урна Скоро 16 левел Уже будет тут замки Как бы пока До 15 Немного осталось Ну ладно Что теперь у Virtus.pro Virtus.pro Теперь нужно Как они и раньше делали Хорошо Нормально Залететь Толпой А не по одному Фидонить Как это только что было Тут тактическая Хилинг селф лежит Я только что забрал Смайл из лесу Блин Не моя 40 минут прошло У нас сегодня все Такие длинные матчи То есть у нас нету игр Которые были бы Меньше 40 минут сегодня Ну кроме самого первого матча Там у нас Empire С Power Rangers Быстренько разобрались Так Ну и Синг-синг Что дальше будет покупать У него еще А ну там Дейдалус Я считаю только Дейдалус там Может иметь место Да это понятно Сейчас там Сыр потеряет где-то И Дейдалус Да скорее всего Либо Мидас будет продавать Либо просто подождет пока А вот он сыр Переложил в Бэтрайдера И Теперь можно покупать криты Пока телепорт Пока что телепорт Криты будут Папаже Ну и опять-таки На нижнюю линию Там очень битый тавер Идут сейчас парни Из Cloud9 Да у Года Там конечно уже Очень сильный сплэш Два Battle Fury Да и Дейдалус Если критуля залетит Попадать могут многие Потому что урона У Года Сейчас Просто видимо-невидимо 350 там Без малого Много Да и криты По идее Должны быть просто Какие-то бешеные Ну вот по крепам 415 Но по крепам Там половинчатый Минус 3 И улетел А что улетел Потому что боится Правильно-правильно Линка Я не знаю Как поможет здесь Линка Товарищу Девауру Я вообще не понимаю Как ему здесь Поможет Линка Если тут на двоих Там 800 демеджа С руки у пацанов Ну видимо Чтобы его не цеплял Бэтрайдер Ок Возможно-возможно Но у Бэтрайдера То есть Что? Есть Форстав Но тогда с Форставом Он далеко не улетит Ну в принципе Тоже логично Ну да ладно У НСа кстати Тем временем Скоро появится Тараска На Аксе 42-ая минута матча Ну норм Правда Рошана Тут потеряют Сейчас Верус Бро Два сыра Теперь будет В Клауд Найн И Аэгис На Морфе И вот сейчас Надо идти Ломать Низ 100% А у кого вообще Эти сыры у нас Находятся Один у Тэмпларк И один у Бэтрайдера Ну да Юзабельные герои Мидас продала Не Мидасу не счет Телепорт Телепорт Выложил Там Прикол в том Что пока еще есть Куда совать эти сыры Если бы это была Там 80-ая минута Когда Ты берешь сыр Вместо рапиры То там И ты не знаешь нужен у тебя Это сыр или нет Да ты реально не знаешь Нужен или нет А сейчас он действительно Юзабелен И Бэтрайдер имеет лишний слот И Тэмпларк имеет лишний слот Так что В принципе Тут пока У Cloud9 все хорошо У них еще Нету Переизбытка ресурсов А вот у Virtus.pro Хотя бы От дефицита Избавится Этих самых ресурсов Да-да Cloud9 Sinsync 4000 денег Мы видим У него есть Envy 22й левел Ну Envy готов уже Заходить Вп просто ждут Смайл в сложной В чужом лесу Точнее в сложном лесу Нафармил что-то NS До Тараски не хватает Не хватает 500 галпу Вот Линку сейчас повесили на Эмбера Ну это правильно Вот это вот правильно Он сбили тут же Линку сбили и одному И второму сбили Линку Батлхангером сбивает Очень маленький хулдаун у NS Поэтому постоянно Он будет сбивать Будет сбивать Линку Марфу Уйдут Cloud9? Не знаю Не знаю Выглядит так Что действительно Они не хотят Особо атаковать Но у них сейчас Преимущество Это неплохое Именно по сырам Скажем Два сыра Преимущества команды Облачных По деньгам Они ведут мало Там 7000 Это не так много Как хотелось бы им сейчас Ой поджог там Крип АНС Да не получилось Там Марфа Бывает Просто слишком похожий Морфа крип Тонко-тонко Сударь 4000 Смотри Ульта Адазла была Вот и теперь Надо забегать Дождаться еще Вот как раз Паре секунд Проходит И пошли Марфа 39 брони 40 брони Линку сбили Врывается на NS Начинает бить NS Blade Mail Там БКБ Отбегает Также Иллидан Спрятал себя Переждает БКБ Морфа Морф бьет барак Морф бьет барак Глиф надо юзать Глиф не юзает А Морф Что-то понимает Кажется в этой игре Мне потихоньку Начинает нравиться Товарищ Энви Потому что Не не только потому что Он бьет Нужный барак Потому что Клауд Найн Реально понимает Что по-другому Из этой ситуации Максимально безопасным Образом не выйти Ну им там просто Три птицы Чуть Т3 Тауэр Не слезли в миде Да За это время Это вредная хрень Ну БКБ Разменяли на пол барака Один заряд БКБ У Марфа Было 7 секунд Стало 6 секунд Ушли Клауд Найн Боятся Ибо опасно Ну и Там кстати У года Скоро появится Наверное Еще один Доедал Сместо телепорта Да Давай Серега Два Доедалса Два Баттлфьюри Это очень Это нормальная штука С одного крита Может упасть Вся команда Реально Если конечно Все будет хорошо Если все заедет Просто раз крит пройдет Один-два крита Проходит за время фестов И все Понимаете Что два Доедалса 25 процентов По 240 процентов Крита Это ух Если два То еще больше Не знаю Как точно работают Эти два Доедалса Там они Явно не плюсуются Плюсуются проценты То есть Получается Если 125 То туда получается Не знаю Как поменяли в этот раз Но Просто когда показывали Дота Синема видос С пятью кристаллисами Они выкладывали Ну как бы добавляли По одному кристаллису И в конце Когда был полный Инвентарь кристаллисов Каждый удар был крит То есть То есть ты же сказали Что два Доедалса Это 50 процентов Крита Ну типа того Интересно Нет Мне кажется Что это 25 процентов От 125 Ну интересно Ох Ну вот 1123 сработало На морфе Ну это стандарт Он сразу почувствовал Так Акса Цепанули Избивает Энесса Он крутится Энесс Есть байбэк Да Энесс прожал А нет У Энесса нет байбэка У него Тараска Да Энесс без байбэка Купил только что Тараску Минуту без Энесса Сагрить теперь не смогут Но там нет ульта Бэтрайдера То есть Посмотрим Ну что Будет ли заходить Год Надо Сбили линку 730 Год улетает Так Год очень вовремен Сбили линку Марфу Хекс Марфай Смотри Больно делает Марфу Тут прыгнула Найка Год Год тоже делают больно Ой-ой Далеко Марф зашел БКБ Пытается избить Элидана Элидан спрятаться Жотм Жотм живучий Больно Марфу А Год почему не пошел То драться Вот Год просто стоит Я не знаю Год ничего не делает сейчас Вот пошел Там пошел Смотри А Марфата чуть не убили А Марфата сейчас убьют Но это только первый раз Да И Марф убьет Жотма Марф умирает А Бараки падают А Эггис на Бараки Смотрю я на Года И понимаю Что вот он Что у него 5000 демеджа А он не демажит А он типа просто бегает Он тупо фуловый Смотри Прыгает фистами Вяжет Ему надо бить 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 Серега Ну вот наконец-то он начал бить И чуть не умер Ну Смайл второй раз умирает здесь То есть первый раз умирает Смайл Делает байбэк Там появился НС НС может прыгнуть На Си Синга сагрить его Ну а тут все Поубегали Ну и Марф улетит Ну и вентаминус линия просто Да Красавцы Клауд Найн В Миди Тауэр Там крипы подпушили Клауд Найн Очень хороши Ну Может мы слишком Хотим покритиковать Просто Вирту Спро Или действительно Так оно и есть Не знаю Может быть Может быть У меня тут что-то Кто-то тебя опять сорвал У меня кто-то тут Дедосит Кабель Дедосит кабель Не кабель он нормально Там новый кабель Видимо мне воткнули Но что-то у меня сегодня Додка действительно подводит Постоянно подвисает Зараза Так что я сейчас Опять буду ливать Так ну что Смайл побежал Опять-таки в чужой лес Себе что-то нафармить Тут же ДД Валяется ДД Год или кто Неважно Кто его заберет Что угодно Год купил себе Дезолятор Окей Есть у него Дезолятор Два Баттлфури И Дайдаус Очень много дэмэджа Все нормально Тут 101 Плюс 408 И хаста еще Просто ДД и хаста Давай просто Серега Побежал У тебя ДД А хаста У тебя просто 40 минут Твоего счастья Пойди поформи лес Ну вот серьезно Просто врываешься в мид И бьешь Если пройдет крит Вот 1200 Просто Врываешься в мид Хороший крит Это минус 3 И выигранная игра Просто варбись Не бойся Линку повешай И беги Просто дерись Подожди варфа Залетают Где же Где же тут год Год он Вот он бежит Пошел Да там кажется Полстолба Сэмку убили Смайла Смайл тут зажался Он отсюда никуда не уйдет Вот был крит Полторы тысячи Ну и крит И опять год просто уходит Год просто бегает Просто бегает Опять прыгает Фистами Битый морф Год фуловый Фулл мана Фулл хп Но теперь уже не фуловый Теперь он уходит Ланая за ним И до свидания Сережа Короче Там году Так не проперло Потому что Крит его В полторы тысячи Темпларки Ушел в рефракшн Вот в чем было дело А ну это беда Тут хекс По бонсевену Бонсевена Убьет Конечно А нет Пайлайк Твой красавчик Появился Смотри как они кайт От этого Иллидана Да нормально Просто развели И они его сейчас убьют ЛОЛ Просто как пакетик ЛОЛ И рейдж байбэк Пошел от Иллидана Просто как пакетик Ну почему рейдж Потому что Слишком рано Он сделал Этот самый байбэк Хотя возможно Собирался дефить Просто линию Да ну Пожалуйста Он пойдет Ультонет Минус Иллидан Да все Это ГГ Спас себя еще Иллидан Но сейчас Даст плюшку Одну И все Да Иллидан не сделает Байбэк И все таки Проигрывает эту игру Виртузпроп ГГП Неплохо играли ВП Много ошибались Мы просто к ним Цепляемся Очень много Постоянно Да мы вот Цепляемся Но Ну такими надо Если не цепляху Пусть учатся Все нормально Мы то с тобой Два бывалых дотера Научим А? Да мы то спецы Не то слово Да не Я думаю Ребята проведу Сейчас работа Над ошибками Надеюсь Они действительно Извлекут для себя Нужные уроки Так Что тут у нас? У нас тут Закончилась Наконец-то Каточка Да вы идите Смотрите Там Гатхан Пабы катают Не надо смотреть Решающий матч Клауднайн Рокскиз Не Не нужно Не нужно идти Да у нас Еще один матч Ребят впереди Не забывайте Сейчас мы ждем Пока статистик Все годхантов папчик Да прям сейчас Вот туда вот Туда вот Тот двор Заходите Катаны 11.0.10 Eternal Envy Норм Ну вот и темпларка Которая вначале умерла Четыре раза Имеет одну смену 6.5.10 Красавчик Бон 7.8.4.11 1.5.11 Пайлайдай Турнирная таблица Клауднайн 10.3 Догоняет Рокскиз Блин Какая же сейчас игра будет Да Вот они Рокскиз Клауднайн Клауднайн Так У нас Эта игра должна Уже начаться Поэтому мы опять-таки Без статистики Ребят Извините Я думаю Вы все прекрасно понимаете Уходим Пять минут Последний матч Решающий матч Рокскиз Против Клауднайн Это будет очень весело Далеко не разбегайтесь В 2014 году StarLadder TV Представляет Глобальную лигу По самой популярной игре Всех времен и народов Dota 2 В девятом сезоне К традиционным сражениям Лучших команд СНГ и Европы StarLadder добавляет Звездные серии В Китае Южной Корее И Америке В онлайн части Сильнейшие коллективы мира Проведут 222 матча Впервые в рамках Гранд финала Встретятся не 4 А 8 команд С 17 по 20 апреля В Киев Киберспорт арене За финальный приз И титул чемпиона Глобальной лиги Сразятся 4 представителя Дивизиона Европа СНГ 2 команды Из Китая И по одной Из Южной Кореи И Америки Абсолютно все матчи Лиги В Dota 2 TV Для вас будут освещать Комментаторы Самых популярных студий SL TV И Beyond the Summit Как и прежде Призовой фонд финала Определят зрители лиги И фанаты команд Стартовая сумма Призового фонда 80 тысяч долларов Каждый купленный билет Добавит в копилку призеров 2 с половиной доллара Смотри матчи в Dota 2 TV На пяти языках Поддержи любимый турнир И команды Впервые в подарок к билету Ты получишь оригинальный сет налича И лоудинг-скрин с пиктограммой Старладер ТВ Напишем новую историю Дота 2 сцены Вместе А ты купил билеты на Старладер Покупай билет черепах